Добрый вечер! Мы вообще не возражаем против коллективного героизма, но, конечно, нам по духу ближе герои-одиночки. Мы помним, конечно, 26 бакинских комиссаров, 28 панфиловцев, но вообще, конечно, вот герой-одиночка нам как-то рисуется более понятным, и всегда хочется, чтобы кто-то вот так вот мужественно взял грудью на амбразуру, там, один на один с драконом, или вот, как, например, Пересвет, который никогда не сражался с Чулубеем, но, тем не менее, в летопись вошел именно как святой, который один на один поборол очень серьезного противника, хотя исторически это, ну, мягко говоря, абсурд, который даже не стоит обсуждать. У нас, если посмотреть, полистать нашу историю, то вы помните такие вещи, связанные с 1712 годом, как батарея Раевского, и как-то вот невольно возникает ощущение, что Раевский, это, наверное, тот самый герой, который где-то там сабли наперевес рубился против французов, и, наверное, был либо командиром орудия, либо командиром батареи, о том, что он был командиром десятитысячного корпуса, из которого в результате осталось 700 человек. Об этом тоже как-то не принято говорить, то есть это не такой герой-одиночка, имя которого, в общем-то, пусть и по праву, как мужественного человека, вошло в историю, но там было еще 9300 тех, кто принимал активное участие в защите батареи Раевского. Гастелло, бесспорно герой, бесспорно воевал, но вообще-то, когда он на своем подбитом бомбардировщике с экипажем в 4 человека обрушился на врага, то, как потом написали в одной чрезвычайно правдивой газете, на экстренном партийном собрании было принято решение таранить. Представляете себе, да, 1941 год, подбитый бомбардировщик, который повис на заграждении ПВО, причем они шли звеном, их было всего лишь двое, без прикрытия, без истребителя они шли. Ему попали в топливный бак, было понятно абсолютно, что они даже, в принципе, не дойдут с бомбовым грузом до места метания, поэтому нужно было хоть что-то делать. И вот, ну тут уже не важно даже, как конкретно дальше развивались события, но все остальные три участника этого экипажа, они всего лишь на все пополнили собой статистику, а героем остался Гастелло. Да и политру Клочков, который уже после своей смерти произнес знаменитую фразу «Великая Россия, отступать некуда позади Москвы», он тоже причастен к подвигу тех самых 28 панфиловцев у разъезда Дубосекова, которые все в совокупности бесспорные герои, но вот Клочкова мы помним, 28 панфиловцев уже теряются в тумане, а в целом, конечно, генерал-майор Панфилов, он, да, действительно, вот здесь остался в истории. И, в общем-то, мы страна героев-одиночек. Нам нравится, когда кто-то один такой оказывается чрезвычайно мужественным, способным принять на себя решение. А сами про себя мы, в общем, не особо, конечно, это афишируем, но мы герои такого несколько зауженного диапазона, один на один с неприятностями выходить любим крайне редко, в основном трое на одного. Например, там берется 0,5, с приятным звуком откупоривается, и тут начинается уже неравный бой, когда мы пытаемся победить. Все-таки тройка у нас в характере чаще проявляется, чем мужество одного конкретного человека, закрывающего собой амбразор. И вот как-то всем миром собираться, задевать какое-нибудь очень серьезное мероприятие, почему-то даже по жизненно важным поводам у нас не получается. Иногда возникает какая-то однозначная ситуация, требующая, ну чтобы всем миром, ну чтобы взялись. Не, не получается. Вот у украинцев почему-то получается, посмотрите, что они на Майдане творят. Выясняется, что мы с ними совершенно разные люди, хотя, в общем-то, непонятно, из чего это следует. Но вот их припекло, и пусть даже многие из них неправы, и пусть им не нужна эта евроинтеграция, но люди взялись и поперли решать эту проблему. Посмотрите на французов. Когда у них против профсоюза транспортников выступили законодатели, придумавшие некоторые ограничения по правилам дорожного движения. Профсоюз транспортников поставил Францию совершенно неудобную позу июнь-июльского знака зодиака где-то на полгода. Было парализовано движение. Но эти люди плотно совершенно плечом к плечу встали и сказали, мы не хотим так, мы не согласны, это жизненно важно. У нас жизненно важных проблем, вопросов и очень серьезных ситуаций чрезвычайное количество возникает, особенно в последнее время. Но есть удивительная географическая особенность. Вот как ни посмотришь, у каждого хата находится настолько с краю, до такой степени, что никакого пересвета оттуда не видно, что как с этой хатой не посмотреть, так ни одного гастелло рядом, ни одного клочкова, ну не видать абсолютно. При том, что, конечно, наш национальный герой, наш национальный символ, который должен был бы быть на нашем гербе, это Емеля на печи. Вот Емеля это олицетворение того самого героя, подвиг которого, конечно, бессмертен. Итого, вызовов времени очень много, реагировать мы на них не собираемся, и это нормально для той социальной группы, которая называется обыватели. Обыватели это чуть-чуть выше, чем быдло. Быдло большинство. Вообще вот это стадо обывательское, оно во всем мире абсолютно одинаковое, с какого боку ни зайди, это не зависит абсолютно от денег, от страны, от общественно-политического строя, ни от чего не зависит. Стадо, оно стадо и есть, причем у млекопитающих, у них количество особей, задающих тон и уровень развития всего семейства, сообщества, вида, социума или группы не превышает 4%. Еще 2% это инертные, не определившиеся ни вашим, ни нашим, соответственно, 94% это как раз вот то самое общество, которое иногда называется стадом, иногда называется быдлом, иногда называется электоратом, иногда называется народом, причем вне зависимости от страны. И американцам повезло от лица одной чрезвычайно жирной негритянки сформулировать постулат этой социальной группы, которая, повторюсь, во всем мире абсолютно одинаково. Невоорлеанское наводнение 2005 года, CNN показал кадры здоровенной бабищи, на которой не то что пахать, на ней даже плыть можно через Тихий океан, и она орала истерическим голосом, где все те люди, кто обязан меня спасать? Вот эти люди, они как раз прекрасно и в нашу доктрину, чисто русскую, где тот герой, который придет и за меня все сделает? С сегодняшнего числа, с 25 декабря в Москве большое горе. У нас ввели зону платных парковок, расширив ее теперь уже до пределов Садового кольца, и понятно, что дальше они не остановятся, дальше будет платная вся Москва, но есть референдум, он должен 140 тысяч подписей собрать, и тогда, может быть, будет какое-нибудь недостаточно честное, недостаточно праведное, но тем не менее обсуждение этого вопроса. Стартовал уже сбор подписей, уже волонтеры пошли по общественным местам, уже они стучатся в двери, они заходят в супермаркеты, они уже отрывают людей от покупок того самого 0,5, который делится на троих, дергают за рукав, объясняют, о чем речь, и на вчерашний день они собрали тысячу подписей. Из 140 необходимых тысячи подписей уже набрано. Вот как далеко находится хата. И ощущение, что, да ладно, это же касается кого? Ну, те там в центральном округе, а там же жлобы на Мерседесах. А кто там вот не хочет платить? Да посмотрите, у каждого 2-го майбах. Там же нету практически вот нас, пролетариев, честных своим трудом на сданные бутылки, купивших ВАЗ-2106. Нас это не касается. Но болезнь не нашла своего героя. Вот нету этого героя, нету того человека, который пришел и за всех все сделал. Хотя в этой ситуации, да нам даже бы Навальный сгодился. Пусть Навальный пойдет, что-нибудь за нас сделает, кому-нибудь там Кузькину мать покажет, опять какой-нибудь компромат найдет. Мы его потыкаем физиономией в содеянное, скажем, ну ты был, конечно, старик неправ, ну ладно, все нормально, разойдемся пить на троих. А ширится растет заболевание, героя-то нету. И поэтому сначала за пределы бульварного выплеснулось до Садового. Смолчали? Смолчали. А что там в Подмосковье сейчас происходит? А там уже одночасная структура, занимающаяся извозом по рельсам, говорит о том, что давайте-ка мы сделаем тут вокруг нас платные парковки. И сделают. А еще что? А еще, пожалуйста, то же самое в Санкт-Петербурге. Уже разрешено, уже можно. А еще на Кубани, Краснодарский край. Там тоже замечательно совершенно сидит Ткачев, по которому тоже много чего позволено, в том числе и персональное законодательство. И вот уже результат. Там тоже разрешены платные парковки. Чисто экономически это оптимальный вариант гоп-стопа. Работать не надо, ничего не надо. Заводы не нужны, фабрики не нужны, даже нефть не нужна. Ведь нефть нужно добыть, нужно как-то попытаться с ней что-то сделать. Попытаться ее засунуть в трубу, по трубе отогнать за рубеж, получить деньги. При этом еще, если можно, через офшор. Трудно. А здесь ничего не надо. Вот просто как Соловей-разбойник вышел на дорогу и сказал, ребята, ну-ка быстренько. И ребята? Ребята посмотрели, а где герой? А где тот, кто должен нас всех спасти? Нету, да? А, ну вот, да, но это же неизбежно. Ну, в Европе же так. Мы же, конечно же, не Уламбатор, не Пхеньян, не Магадишу. Конечно, мы же Берлин. Да, точно, мы Париж. Ты прям как выйдешь, посмотришь вот где-нибудь там с какой-нибудь станицы. Догадайся, трех раз. Кущевской. Точно Париж. Ха, Тёма и Кола. И как гарно Париж еще навокруг. Конечно, заплатим. А как же иначе? Мы же так любим. А, собственно, нам по заслугам. Не хотим? Не делаем? Не дергаемся? Хата с краю. А купант пришел на землю? Ему все можно? Так, пожалуйста. А куда ключи от города-то принести? Покажите. Причем, лица мелькают, и те, кто придумали это на сегодняшний день, завтра уже кант небытия, даже в истории, может быть, не останутся. А парковки платные по всей стране. А героя-то нет. Вот так вот, доигрались. Проведем голосование. Я хочу узнать, я один такой напуганный в ожидании героя, или еще есть кто-то? Вопрос следующий. Платные парковки выйдут за пределы московской кольцевой автодороги и накроют страну. Те, кто согласен, 5-5-3-3, русская буква А. Те, кто считают, что не, да даже за пределы Садового не выйдут. Ничего страшного. Все нормально. 5-5-3-3, русская буква Б. Голосование начинается. Посмотрим. Сколько еще таких, как я, вздрагивающих? Ситуация на дорогах стандартная. Наш лось второй вечер подряд упирается рогами в стоящий на отметке в 9 баллов город. Мейл.ру. Позиция такая же. Город стоит в унисон с лосем, но баллов уже 10. 65, 10, 9, 9 и 6. Начинаем покупать себе новенькие автомобили. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Артемий. Здравствуйте. Скажите, а парковки дело праведное? Так и надо стране? Ну, когда залазят в карман, я думаю, что это дело неправедное. Ну, почему? А вы разве со мной не для этого? Податное население, что нам? Ну, тут тем более 80... Да, а там какая разница, сколько кому платить? Этому оплатим, этому... Я думаю, что, скорее всего, через год введут налог на воздух, и мы будем платить за то, что дышим воздухом. Нет, просто сейчас введут налог на электричество, который называется социальные нормы, налог на воду, они же социальные нормы. На воздух тут очень просто сложно как-то пытаться его дифференцировать и объяснить, хотя, если вы помните, в истории нашей страны был налог за то, чего нет. Он назывался налог на бездетность. Если у тебя нет детей, то ты платишь больше, а если у тебя дети есть, черт с тобой, живи. Ну, в любом случае, мы будем платить очень много и всем подряд. В любом случае, мы же у нас отостраиваем, мы обыватели, соответственно, мы должны платить всем. Вне зависимости государственное это подразделение или структура, или коммерческая. Самое главное, что нас поставили перед фактом. И этот факт мы должны исполнить, потому что мы истинные граждане Российской Федерации. И цивилизованные люди, а признак цивилизованного человека, это то, что ему рассказывают сказки, что он как в Париже, как в Нью-Йорке, как в Лондоне, поэтому он кивает головы. Ну, очень плохо, у них безработица, у них там, по-моему, нищие в ящиках живут. Да, и не доедают американские рабочие, пусть они нам пришлют, что не доедают. Да, они на машинах, поэтому мы должны поделиться со всеми, как бы, своими денежными средствами, заработанными кровью, потом, там, я не знаю, нервами и так далее. Не-не, мы украли, мы украли. А, точно, мы украли, мы все украли, оказывается. Бюджетные машины, это украденные из бюджета, по пол лимона и вперед. Да, причем это не машины, на самом деле, просто картонные коробочки, которые нам дают за безумные деньги. Мы на них ездим, и у нас все хорошо. Ну, при том, при всем, мы должны платить за стоянки, мы должны платить за парковки, мы должны платить за дороги, которых у нас нету, мы должны платить с кем, и все. Это, как бы, априори. Тут даже, на самом деле, нет смысла об этом задумываться, потому что мы должны. А подсаки должны цаки надеть и радоваться? Да. Я думаю, что в 2018 году мы наденем себе колокольчик и будем уже ходить с ними. А юбилей 2017 года отметим? Тихо на кухне. Ну да, в общем, может быть, такой вариант тоже вполне допустим. Сергей, два вопроса, один шкурный. Я с вами общался, на самом деле, рассказывал леденящую душу историю, как я покупал для своих знакомых новую форму ЦРВ. Да, пусть что вы всех косвенно призвали к эмиграции. Да, 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 косвенно. Ну, я не хотел, я просто был в эмоциях. Естественно, я призвал всех выехать с этой страны и машины больше вообще не покупать. И колбасу. И колбасу тоже не покупать. Надо нам на хлебе и с водой жить. Это, на самом деле, я думаю, в 2030 году это самое оно, то, что нам планируют. Вот, первый вопрос, это, соответственно, ваша характеристика данного автомобиля. Хонда ЦРВ двухлитровая на ступенчатом автомате. Ну, это как бы одну минуту из вашего эфира, если возможно. А второй вопрос, следующий, более серьезный. Я хотел бы, на самом деле, задать следующий вопрос по поводу героев. Давайте тогда по этапам. Значит, Руслан, ЦРВ для женщины это идеальная машина, потому что она низкая, скребущая пузом, у нее целых четыре колеса, она красивая. И женщина, в принципе, никогда не догадается, что у нее не ядреный джип, а всего-навсего одноразовая японская дешевка. Она будет счастлива, потому что бренд великолепен. Хонда по рынку переоценена и идет дороже среднего. И все счастливы, особенно женщины. Женщин, недовольны Хондой, CR-V, я практически не встречал. Только мужики говорят, что ездить на этом... Чисто женская машина, это легковушка. Да, то же самое, что я им и говорил, на самом деле. То есть удобно, комфортно, хорошо, красиво. Сто стороны вышло, распахнуло дверь, цвет красивый, и все хорошо. Тебя любят, уважают, и вообще ты звезда. Второй вопрос. Второй вопрос следующий, на самом деле, серьезный. Я, если честно, случайно наткнулся на Финам ФМ и случайно наткнулся на вашу передачу. Но это ненадолго, не обольщайтесь. Политическая и, скажем так, гражданская позиция меня зацепила. Почему? Потому что это моя же позиция и позиция, по крайней мере, 99% окружающих меня людей. Но только эту позицию мы обсуждаем, естественно, на кухне, там 0,5 белого. А вы эту позицию обсуждаете открыто в эфире для большинства электоратов. Я надеюсь, Ходорковский не для вас освободил место. Я в этом не уверен до конца. Поэтому вопрос следующий. Разговаривать в эфире – это хорошо. Как бы показывать вот эти кости, да, прогнившие в нашем обществе, да, и как бы доказывать этому обществу, насколько она прогнила – это тоже хорошо. Но конструктива я в этом не вижу. Поэтому как бы мое мнение следующее. А не хотите ли вы стать героем? Посмертно? Запросто? Уже предлагали. Зачем посмертно? Я не предлагаю посмертно. Я предлагаю следующим образом. Есть определенный круг и тарад, да, который вас слушает, и вы как бы выдвигаете идеи, которые людям усолят простые обыватели у себя на кухне. Но, к сожалению, как бы простой обыватель всегда сталкивается с тем, что ему дают по шапке, и он уходит. Он не публичный человек. Вы как бы непосредственно являетесь публичным человеком. Поэтому есть конструктивное предложение. А почему бы вам, да, на сегодняшний момент не создать, там, я не знаю, партию, ассоциацию, там, еще что-то, да? А люди, которые поддержат вас, я думаю, найдутся. А денежные средства, да, если, допустим, Сергей Аслабян скажет, что мне нужно, там, из каждого, ну, грубо, там, по 5-10 тысяч рублей, я думаю, что найдется очень много людей, которые вам верят, да, и которые эти деньги вам отдадут. Для того, чтобы, как бы, в этой стране здесь можно пикнуть, потому что хотелось сказать нехорошее слово, но я не буду его говорить. Нужно что-то менять. Оппозиция на сегодняшний момент, это просто смешно. Это клоуны, которые в цирке. В цирк уехал, клоуны остались. Почему бы вам, на самом деле, не перестать заниматься, скажем так, чуть-чуть деятельностью, которая для вас, для вашей логики, и для вашего мировоззрения, и для вашего, ну, грубо говоря, мозгов, да, уже чуть-чуть ниже, да. Ну, не то, что ниже, а, скажем так, вы намного можете сделать больше. То есть, грубо говоря, объединить этот лекторат. Руслан, на самом деле, вы призываете меня к переходу в другую профессию, потому что политика – это тоже профессия. Да, 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 абсолютно. Я вас призываю к переходу в другую профессию. И при том, при всем, я понимаю, что есть очень много людей, которые вашу позицию поддержат, и будут с кем на урта ее отстаивать. Знаете, не пойдут. Поддержат ее гораздо меньше, чем кажется. Вам так, на самом деле, кажется. Вы можете на сегодняшний момент вместо опроса, нужны платные парковки или нет, или там Собянин нам нужен или нет, поставить такой же опрос, поддержат Сергея Собяна или нет. И вы посмотрите количество голосов, которые к вам придется. Согласитесь, Руслан, несколько странно, когда человек с армянской фамилией становится таким символом русской борьбы. На самом деле, чуть-чуть, честно говоря, я русский по происхождению, да, и фамилию с армянским Ян, вот, я всегда с опаской воспринимаю. Правильно делаете. Но, на самом деле, скажем так, исходя именно из ваших высказываний и из вашего мнения, да, по сути дела, вот это Ян, у меня теряется, а оно пока... Теряется не только Ян. Перерыв на новости. Продолжаю опрос. Платные парковки выйдут за пределы не то, что Садового кольца, не то, что МКАДа. Они накроют всю страну. 5-5-3-3-а. Платные парковки, это, во-первых, нормально, во-вторых, они останутся локализованы в пределах Садового кольца, и вообще, москалям клятым вам так и надо. 5-5-3-3, русская буква Б. Руслану отвечу. Понимаете, какая штука? Почему в нашей стране нет оппозиции? Потому что ей всегда мешает внутри видовая борьба. Вот если бы... Обратите внимание, вот кошки, они друг с другом постоянно дерутся. Кот коту с утра до ночи бьет морду и пытается выцарапать глаза. У них есть внешние враги собаки. Если бы собаки не жрали котов, они это делают, то, в общем-то, конечно, и врагов бы не было. Враги есть. Кошки могут объединиться против собак. Ведь угроза внешнего врага в виде собак, она уничтожает часть особей этого вида. Это серьезно, это сокращает ряды. Но вместо того, чтобы коты объединились бы, мужественные борцы, и пошли бы, надавали тумаков собакам, они предпочитают драться друг с другом. Внутри видовая борьба не позволяет. Единственный пример, когда оппозиция в нашей стране сформировалась, он пришел из-за рубежа. Когда на немецкие деньги у нас товарищ Ленин оказался вдруг чрезвычайно сильным оппозиционером. Причем очень сильным и могучим. Причем настолько могучим, и он создал настолько мощную партию, которая, в свою очередь, сделав государственный переворот, кстати, контрреволюционный, создала со временем даже свою армию. И это могучее явление, подрывное, оказалось мощнее, чем достаточно умный Деникин. И Деникин не пошел к Колчаку, при всем при том, что, в общем-то, только это могло и спасти белое движение. Но даже не будучи серьезно антагонистами друг с другом, потому что Колчак и Деникин, в общем-то, не делили престол, но каждый из них считал себя в силе и вправе прийти в столицу первым. И ведь большевики, они уже проигрывали, и в 1919 году было предложено провести на нейтральной территории под эгидой Америки переговоры о капитуляции красных перед белыми. Но Деникин сказал, нет, я их сейчас разобью, и все будет в порядке. И в результате Колчак погиб сам по себе, Деникин получил пинок в зад, совершенно справедливый, за провал новороссийской операции вообще, за то чудовищное, что он сотворил в новороссийске. И после этого Врангель уже ничего не мог сделать. Шанс был? Был. Договориться не смогли? Не смогли. Это был самый важный вопрос в истории, в биографии всех этих людей. Это был самый ответственный момент в биографии Деникина. Это был самый ответственный вопрос для Врангеля, для Колчака. Договорились? Нет, не договорились, не смогли. Ну, а так, из-за рубежа, там, товарищ Парвус, если кто не в курсе, он был специально назначенным за этот проект, проект удался. И поэтому рассчитывать на то, что, тем более, какой-то журналист, имеющий локальную привязанность определенной части аудитории в состоянии что-то изменить? Да, конечно. Знаете, как минимум, позволяет посмотреть на ситуацию чуть-чуть более открытыми глазами, и какой-то части людей вдруг обнаруживает, что не он один у себя на кухне так думает. Но дальше ничего не произойдет. Не будет формирования добровольческих отрядов, если вы помните, то у белых армия была сформирована не по принципу всеобщей воинской обязанности, повинности, а по добровольному признаку. И туда пришел, ушел, пришел, ушел, защищал родину, надоело, ушел. А вот и не получилось. С пробками все то же самое. Лось и Мейл стоят абсолютно в одинаковые тупиковые позиции, при этом количество баллов у них разное. 65, 10, 9, 9 и 6. То есть добавляем в это великое стояние некоторое количество новых автомобилей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы дождались. Я вот вам звонил, вот помните, жена ездит на Овенске, вот он лично живой. 300 тысяч пробежавший. Да, да, да. Ну там все нормально, у него поменяли свечи и все, и полетел он дальше. Сейчас вопрос стоит в следующем. Я работаю водителем, да, и мы выбираем вот новую машину с шефом. Ездим сейчас на 221-м в Мерседесе, да, но он уже старенький, 2007-го года. Хотелось бы что-то новое. И вот думаем, 222-й либо BMW 750. Не-не, 222-й. Зачем вам менять статус? У вас что, шефы вот-вот на понижение кинут? Единожды сев в Мерседес, вы знаете, после 221-го может быть только 222-й. Только. BMW в принципе не рассматривается. Лучше она или хуже, это даже уже не так важно. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Но, знаете ли, то, что он едет на стареньком 221-м, это уже как-то не комильфо. Он должен ехать на новом, 222-м. Комплектации, нюансы, обсудите с ним. Но это идеологически прыжок не то, что в сторону, это прыжок вниз. С Мерседеса на BMW? Никогда. С BMW на Мерседес? Да, возможно. Обратно нет. Вот если бы ваш шеф до этого ездил на чем-нибудь другом и сейчас со своего Ягуара смотрел либо на BMW, либо на Мерседес, у него был бы шанс еще, например, вкусить BMW. Теперь, когда он уже на Мерседесе, да еще с 2007-го года, нет, никаких вариантов, только Мерседес. Антон, здравствуйте. Алло, день добрый, Сергей. Здрасте, Антон. Итак, вопрос. По поводу парковки. Парковки будут по всей России. Особенно дойдет эта волна до городов с численностью до 300-400 тысяч селения. Да, согласен. То, что ниже, будет упадет, потому что, конечно, если автомобили загрязаны, они будут меньше парковочных мест, соответственно, навалом, да и народу там, например, где-то отставят. Главное, решается все связи. Это вопрос первый. Вопрос номер два. По поводу стада. Наверное, например, сейчас наша доблестная Госдума с российскими барыгами пытается продать закон для снижения минимума со 100 тысяч долларов до 150 евро при закупке в интернет-магазинах. Да-да-да. Мы начали эту волну где-то в октябре. Мы сдавали РАИ. В поле судеб я вошел в крупных, которые этим занимаются. С октября до 25 декабря мы собрали 17 тысяч. Мы пропагандируем, чтобы люди голосовали в разных социальных сетях, а в основном они там. Самая отмотка. Я, конечно, может быть, проголосую, но ничего не изменится. Поэтому я ничего делать не буду. Старый говорит, ну, может быть, все это еще растянется. А третий ждет Иванович Кудачка, который придет и пойдет на баррикаду один. И всех победит. Им даст поле свободно. При том, что вот та категория людей, которые пользуются интернет-покупками за рубежом, это, как правило, самые просвещенные, самые продвинутые. Они, что называется, по своему среднему уровню гораздо выше, чем просто крестьяне-отсохи. Поэтому они точно такие же трусы. Засунули язык в то же самое отверстие сзади. И точно так же сидят и ждут, когда за них все сделают. Причем вот это вот ограничение посылок, знаете, откуда это? По-моему, это в депутатах Госдумы что-то уголовное проснулось. Потому что это же самое строгое наказание на зоне, когда тебе ограничивают посылку. Вот у них взыграло близкое и понятное. А посылочки-то мы вам сейчас ограничим. По режиму не положено. Иларек отрежет. Потому что, на самом деле, есть лобби определенных структур, которые есть в торговых центрах. Кто их в крыше, я думаю, вы сами знаете и догадаетесь. И так как у нас деньги вышли на Олимпиаду, денег стало в основном мало. Мы начинаем искать источники доходов. Первый – это будут парковки. Второй – это будут интернет-магазины. Третий – четвертый – мы пропустим. И десятый – будут платы за воздух. И социальные нормы обязательно. А к разговору о том, кто у нас крышует. Помните, как у нас Собянин поехал, срочно роняя тапки, овощебазу закрывать? Он к кому побежал? Кому он побежал? Он, владелец этого города, самый главный, посаженный с ярлыком на царствование, он к кому побежал, чтобы овощебазу у себя закрыть? У себя. Он поехал к Путину, президенту, и сказал, «Товарищ генерал-майор, а можно я все-таки это вот, понимаете, как-то мне не по рангу это закрыть?» Он сказал, «Изволю». Все, и закрыли. Вы совершенно правы. По поводу автомобилей. Треша прослеживается с дилерами, у которых ценник задан нещадно напишенным. Мобиль, который продается за пределами РФ, намного дешевле. Это факт. Особенно, как сказал один умный человек, можно украсть цену, можно украсть сотрудников. Но сервис украсть невозможно. К сожалению, российские магазины, дилеры, да кто угодно, не обладают тем сервисом, который тоже не идеален. Там тоже есть свои огрехи. Но почему-то там работают для клиентов, а вот работают для своего кошелька. Это отличие, пожалуй, самое глобальное от России и других стран. Но это вертикаль. Ведь так же работает и государственный механизм по отношению гражданина, и так работает каждая отдельная веточка этого большого дерева. Неважно, это ЖКХ, поликлиника. У нас пациент для врача или врач для пациента? А что вы здесь стоите, не мешайте мне работать? А насколько лишние ученики в школе? Вот настолько же лишние больные в больнице, настолько же лишние клиенты в сервисе. Вы что сюда приперлись со своими машинами? Деньги дай и отвали. Это нормально. Совершенно верно. К сожалению, не являясь большим поклонником СССР, мы с нею вене склоняемся к мысли, что Сталин все-таки был деятелем, который мог вытащить. Но, к сожалению, в нашей действительности такого деятеля уже нет. И ближайшее время не будет. Знаете, может быть, к сожалению, сейчас выяснится, что один из деятелей как раз такой же. Но результат будет кровавый, КПД ниже. И кровь, она все-таки избыточна для достижения тех результатов, которыми сейчас хвастаются поклонники Сталина. Тут с вами не соглашусь, потому что, знаете как, я очень хорошо помню свое старшее поколение, жившее при Сталине. Это слишком серьезный ужас, чтобы хоть что-то позитивное находить в том периоде нашей страны. Это слишком ужасно, это слишком трагично. Перерыв на новости. Илья пишет на сайт. А давайте дальше, как предлагает мэр, двигаться к Европе. Следующий шаг – уничтожить ведомственные парковки в центре. Ну а потом мэрию подсуд за коррупцию. Мы же в Европу хотим. В Азии это разговор короткий. Очередь из пулемета. Илья, аплодисменты, вы молодец. Анна пишет. Добрый вечер. Предстоит парковаться в центре, в пределах Садового кольца. Если скрутить номера и положить их в багажник, какой шанс не уехать на штрафстоянку? Анна, правовых оснований для того, чтобы отправлять машину на штрафстоянку нет. Но поскольку вы имеете дело с гоп-стопом, то это то же самое, что пытаться по закону разговаривать с бандитом в подворотне. То есть он на вас ножом, кошелек или жизнь, а вы ему говорите о том, что его предложение неприемлемо. По закону ничего не может быть. В связи с тем, что закон на этой территории не действует, может быть, к сожалению, все что угодно. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, очень приятно, что уже на фигула спройдется в ваш эфир. Я счастлив. Я тоже безумно счастлива. Спасибо огромное за передачу. Сергей, у меня, в общем, такая проблема. Хочу давно с вами посоветоваться лично, хотя читаю вас популярно в Фейсбуке. Скажите, пожалуйста, что мне делать? У меня вот уже трехгодичный трехлитровый. Двое прекрасных детишек. Мешок картошки, может быть, позади. Что делать дальше? Я хочу ее сейчас менять, но очевидно, что пора. Но совершенно сбитый с толку, не знаю даже, куда смотреть. На аудио не смотрю, потому что она, в принципе, не нравится. Хочется услышать, что же мне делать дальше. Сюда бежать, куда смотреть. Елена, а почему вы говорите, что очевидна смена автомобиля? Ну, трехгодичный автомобиль, ну, как-то вот, как-то уже пора, мне кажется, менять. Есть такая некая экологическая тактика в нашей семье, да. Ну, вот, 3-4 года, какой-то такой предельный пик, когда можно как-то не то, что выгодно продать. Ну, собственно, пора бы уже эти цапоги поменять, мне так кажется. Если честно, если честно, я очень разочарована слегка в Мерседейте, вот, откровенно говоря. Ну-ка, ну-ка, поподробнее. В чем именно он вас подел? Ну, во-первых, я довольно очень резво езжу, если честно, машину никогда не жалела. Если нужно прыгать через бордюр, значит, я прыгаю через бордюр, да, независимо там от подвески. Значит, здесь у меня сразу смутила коробка, которая совершенно не резвая, слегка глуповатая. Второе, у меня смутила электроника, которая очень категорически быстро улетела. Фарктроники и так далее, и так далее. Вот, сейчас я понимаю, что как-то вот проблема накапливается постепенно, постепенно, с каждым месяцем, полугодом. Машина будет требовать еще больше вложения. Мне кажется, этого просто не стоит. Еще хочу сказать, кстати говоря, мой последний кумир, только не смейтесь, это вот именно Сузуки Гранд Титара в втором кузове, да, с раздаткой. Вот эта машина-зверь. Мы до сих пор не продали, она у нас в семье. Мы переделали, доделали, там, подняли, шкаф не делали. Она вам служит просто верой и правдой, что только с нами не вытворяет. Большое ей спасибо. Она замечательная машина, я всегда продолжаю это говорить. Елена, вы до весны дотерпите за рулем в своей развалины? Да, Сергей, до весны дотерплю, я жду прямо вашего решения. А вот на подходе к нам такая интересная игрушка, называется Порше Макан. Это то, что чуть-чуть на полступеньки меньше Каена. Это правда, серьезно? Не смотрел даже на нее. Каен – это большая штука для мужа. А тем более вы резво ездите. А вот как раз вот эта штуковина, она чуть-чуть покороче, чуть-чуть поменьше. И вот она уже то, что нужно. То есть эта штуковина резвая. Летать она будет как истребитель. Но при всем при том, кто может вас упрекнуть в отсутствии вкуса, когда вы едете за рулем такой машины. А детишки, а картошечка, а вот это вот все? С картошечкой там, конечно, будет не особо. Потому что немцы до сих пор не знают о том, что картошка берется из магазина. Они думают, что она сразу по щелчку пальца в ресторане в тарелке. А дети поместятся, да. Причем дети будут счастливы абсолютно, потому что там будет флюшек, финтифли и финтифлюшек. Очень много. То есть это три разных набора опций. И такие, и сякие, и эдакие. Сергей, спасибо. Спасибо вам огромное. Хочу вам еще раз подчеркнуть вас поддержать. Спасибо за вашу позицию. И в пико Руслану скажу хотя бы для начала проголосуйте правильно за мэра, дорогие товарищи. Нежели делать такие серьезные предложения вот таким хорошим журналистам. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Елена. Да, меня, в общем, пристрелят и без Руслана. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, Алексей, ваш шанс. Сергей, здравствуйте. Меня интересует вопрос по опелю Антаре дизельной. Хватайте. Особенно с 2,2. Все, что должно было произойти с этой машиной в целях дальнейшего улучшения, произошло. Вот теперь, вот теперь после рестайлинга, это законченный продукт, который не стыдно брать, при том, что цена у него не самая сумасшедшая. Ну, просто я несколько дней назад был в Европе, и цена на дизельную Антару там даже выше оказалась, чем у нас. Ну, все. После того, как подобное расположение карт благоволит вашей покупке в нашей стране, необходимо пойти и взять себе Антару. А что еще можно посмотреть? Вот аналогичный кроссовер с аналогичным содержанием на нашем рынке из новых автомобилей. Знаете ли, так, вот аналогичное содержание у каждого свое. Аналогично склянке с паленой водкой в вашем восприятии что? Шампанское или бренди? Некоторые считают, что не паленая водка. Вообще у Антары прямые аналоги. Это, например, есть такая штуковина, как Mitsubishi Outlander, новая. У них даже машины где-то близки, моторы близки по объему, особенно если брать бензиновые. Но у Антары у нее все-таки, знаете ли, опелевская андатристость чуть повыше. А Outlander, он некрасив, неугоняем абсолютно, но у него самый большой багажник в классе. Вот если вам нужно будет, как Елене, таскать не только двух детей, но еще и картошку, то как раз у Outlander там картошки будет много в багажнике. — И еще один маленький вопрос. Как альтернатива рассматривается Qashqai плюс 2 в максимальной комплектации? Есть ли смысл заморачиваться и насколько у него живучий вариатор? — Ну, насколько живучий вариатор зависит только от водителя, больше ни от кого. Qashqai — это полноприводная девятка. Антара — это все-таки кроссовер. То есть легковая машина, но чуть более широким диапазоном. И если Qashqai его созидали приблизительно так же, как слоненка у Киплинга, когда, если помните, крокодил схватил его за нос и тянул, 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 и получил, в общем, увесистого слона с длинным хоботом, то Антару изначально делали как машина, которая должна хоть на что-то быть способной. Поэтому между ними нет знака равенства, кроме как по ценнику. И Qashqai — штука в этом отношении более хлипкая. Антара в этом отношении штука более прочная. Но вы уходите в класс кроссоверов. А класс кроссоверов, ну, это так, навскидку, еще, наверное, моделей 40. Даже если начать их перечислять, то хватит надолго. — Это да. И я так не смог добиться от наших продавцов информации, там двигатели с тутным приводом ГРМ или с ременным. — У кого? — 2.2 на Антаре. — Не знаю, не смотрел. Как только заклинет, полезу, посмотрю. — Николай, у вас еще есть несколько секунд. Здравствуйте. — Да, добрый вечер, Сергей. Спасибо за передачу. — Спасибо, что слушаете. — Слушаюсь с удовольствием. Прежде всего, хотел бы вам сказать, что мы вас действительно поддерживаем. Мы, наверное, все, кто вас слушает. Вам, я думаю, не стоит слушать людей, которые предлагают вам добровольно зайти на Голгу. Но это на мой взгляд. И, собственно, вопрос по существу. Езжу на автомобиле Kia Sportage, 2 литра, комплектация Prestige, бензиновый двигатель. — Полный привод? — Да, полный. — Замечательно. — Хотелось бы узнать что-нибудь альтернативное. Машине три года будет, ну, уже скоро. — Ой, в этом классе лидера как такового нет. У вас одна из самых лучших машин и, бесспорно, самая красивая. И все, что вы попытаетесь купить, будет, ну, в общем, взглядом немножечко с другой колончи, но на ту же самую ученическую доску, на которой написана была классная работа под названием «Кроссовер двухлитровый на полном приводе». Вы можете шарахнуться к японцам, потыкать, например, пальцем в полностью деградировавшую легковую машину под названием Toyota RAV4 и изумиться на ее ценник и комплектацию. Вы можете пойти к немцам и полюбоваться на какой-нибудь Volkswagen Tiguan. Кстати, у Tiguan наконец-то начали менять прошивку работы АБС, и она стала все-таки более-менее адекватно себя вести. Это большое приносит. — Ну, его рекомендуют, да. — Он достоин и хочется верить, что они эту прошивку в том числе и на заводе будут уже ставить по умолчанию, а не только в качестве ремонтной услуги. Но вообще, в принципе, машины лучше вашей, поскольку пока нет, это довольно трудный выбор. Итак, итоги голосования. — 94% считают, что платные парковки выплеснутся за пределы не только Садового кольца, но и Московское кольцевое накроет всю нашу страну. 6% считают, что ничего подобного. Они считают, что все в порядке, только в пределах Садового кольца и останутся платные парковки. Оптимизм этих людей вызывает, честно говоря, подозрение некой неосведомленностью. Есть ощущение, что либо они чего-то не знают, либо чего-то не знаю я. Мне кажется, что я все-таки в данном случае хорошо осведомленный пессимист. Но, посмотрите, 94% в курсе того, что происходит, а подписи у нас с вами по-прежнему всего лишь тысяча. За тот самый референдум, который мы уже проиграли. Который единственным результатом с вами будет легитимизация платных парковок как таковых, безносительно территории реала обитания. Мы проиграем по-любому. Но знаете, как писал Роман Гуль? Гуль — это фамилия. В нашей стране хотя бы нашлись те, кто взялся за оружие. А в Германии они фашизм сразу приняли.